привет дорогие подписчики и зрители канала меня зовут артур мы продолжаем играть в обливиан мы находимся в своем собственном доме что круто давайте осматриваться последней серии мы сюда прибыли но я даже не остался ночевать потому что мы болеем вампиризмом не то что болеем мы вампир и теперь нам поменьше надо спать потому что когда спишь все больше и больше успеваешь проголодаться собственно давайте смотреть 10 бардак на самом деле ну я думаю в будущем на виду тут порядок для начала мне нужно поставить сюда кое-что свое где она тут ну допустим они от этого ставим где там череп череп этот череп у меня будет ставить вот тут на входе на так хорошо вставай вот так вот отлично на столе и все это уже моя халупа вполне себе неплохое место сарай конечно еще тот но я думаю в принципе неплохо как подарок наконец-то у меня появилось место которое мне очень нравится потому что тот огромный дом который где был где он у нас находился где-то там наверху короче он было во первых огромным вторых неуютных третьих для мага это вот что-то такое мое на берегу здесь вообще красота просто сегодня мы пойдем разбираться с наркоторговцами дождик идет погода конечно так себе вопрос посмотрите вот так вот посидеть тут вечерком да нормально это что я купил дом не знаю че предупреждение путешественникам остерегайтесь руин форта редмон недавние исчезновения местных жителей дали основание скаутом имперского легиона провести расследование проведя много дней в глуши скаут и приволы приходят к выводу что причина исчезновения кроется в древних руинах форта редмон смерть фестиуса нейрота нашего местного овцевода тело которого было расщеплено надвое изуродована заставило дознавателей предположить что ответственность лежит на нежити тело фестиуса будто разорванная потусторонней силой находилась в доме семьи нейрот его жена джерна и дети найдены не были какой кошмар один из скаутов обнаружил близ форта редмон клочки одежды принадлежавший пропавшим хотя дознаватели имперского легиона не смогли точно определить источник угрозы мы с осторожностью подходим к оценке ее значимости скауты исключают возможность совершения убийства мародерствующими рейнджерами замеченными в окрестностях арпении необитаемых айлодских руин всем путешественникам рекомендуется обходить стороной руины форта редмон их окрестности данное предупреждение действительно вплоть до прибытия контингента имперского легиона с приказом на уничтожение возникшей угрозы ты посмотри какая по крайней мере мы видим что империя реагирует на любую угрозу интересно где он но поблизости его не видать так наше дело на сегодня сегодня нам нужно на стенами леевина мне повстречался альверексус каллидус стражник легиона рассказал что в поселении грейвент расположенном вверх по дороге обосновался торговец кумы по имени кулиус лонава просил меня положить конец преступной наркоторговли и предложил вознаграждение нужно будет принести ему кольцо лонава для этого нам нужно будет двинуть на юг место просто отличная вот около дороги домик такой можно посидеть на веранде можно порыбачить вот тут или он там с пирса лучше тут тут уютненько так вообще очень круто и вообще живописное место довольно таки единственное но то что в глуши но мне это даже нравится потому что персонаж у меня не самый приятный или жить в обществе людей мазога это ты что ты тут делаешь это мой дом хочу добыть себе несколько черных луков пойдем со мной если хочешь нет я надеюсь ты мне мой дом идешь не подписывай себе смертный приговор что-то мне кажется что она обнаглела это мой дом мой куда куда ты идешь бляха муха дашь тоже я считал тебя подругой но протупить хочу добыть себе ой да пойдем со мной если хоть ладно живи пока там все равно принципе воровать нечего она тем более будет тупить это я чувствую долго хорошо предыдущей серии у нас довольно плохо так все получилось мы разобрались с бандитами с помощью мозоги как раз таки получили себе титул странствующего рыцаря даже там стоит что-то что так густо что я не вижу да они тут просто вместе колышется так ну что давайте включим зрение вампира чтобы наблюдать за всем издалека и кроме того таком состоянии намного интереснее передвигаться не знаю как вам но мне очень нравится такой эффект который при этом зрении возникает все пропускается через такой фильтр цветной чувствуешь себя не человеком каким-то таким именно так ты кто чтобы это могло значить это даже не тропинка почему в такой глуши находится это непонятная женщина что ли по моему маргарта что понятно победы ты мне ничего не можешь хорошо ладно так а мы тем временем почти пришли интересно это поселение она целиком и полностью враждебное так там бесы или мне нужно будет именно с торговцем разобраться сейчас посмотрим блин ну растительность тут конечно очень густая так грейленд вот и она где-то здесь живет нарко торговец судя потому что здесь один дом живет он именно в нем это думал тут будет именно поселение какое-то небольшой домик так ну что нарко барыга и сход у тебя только один серьезный парень я смотрю кто не поломать извините выходи так ну я так понял что разговаривать с ним не надо было раньше то есть серии 10-15 над его просто в него выстрелил но люди в комментариях постоянно пишут что разговариваю с людьми прежде чем их убить могут открыться интересные квесты ой 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 так тихо 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 дружок жалко что здесь поблизости нет нигде охраны она бы я думаю успокоила бы этого дрочуна то есть смотри вообще без разговора да хорошо вошло я думаю на тебя мы потратим что-нибудь более убойное допустим зуб дракона больно что злой у нас давай сюда хорошо быть лучником так ну и все это у нас просто мародер оказывается вообще стальной ятаган ну неплохо хорошо блин это баловая конечно просто адская вот в а не а а а а а а а а а тихо психов я не вижу так это вам похоже так вот его кольцо теперь у меня есть кольцо куриуса лунава нужно отнести его и получить вознаграждение 55 золотых неплохо больной парень какой-то можете к нему пришел за наркотиками странная на к торговцы пошли давайте посмотрим чего не у дома есть шо вроде больше никого до ну как-то как-то скучно оленина скума это что такое орешки прикольно давайте скушаем почему бы нет так орешки и хлебом заедим отравленное яблоко нет не будем кушать хоть одним рулетом мое сокровище так а там что нет ничего все давайте двигаться ничего особо интересного тут не увидел честно говоря но задание было простое нормально так исторические книжки нам сейчас ни к чему все нормально так на сейчас я так понимаю что мы двинемся мы двинемся дальше покойством темного братства покойством люсьена для этого нам нужно будет скинград по-моему идти точно помню здесь пока что я могу сказать что в этой области нам не очень по уровню зачастую большие проблемы возникают даже с обычными монстрами допустим увидели тут ящеры бегали новости из грейланда новости на самом деле отличные тебе удалось расправиться с лунаво ну да у тебя получилось я даже не знаю как благодарить тебя деньги давай 9 богов свидетелей я салютую тебе от имени легиона вот твое честно заработанное вознаграждение отлично 70 золотых ну нормально 55 еще там наварили так хорошо что у нас дальше программе а я же хотел подождите я же хотел в чейдинг холл убежище темного братства вроде как там винсента какой-то дневник лежал что ли его не видел вроде как должна быть интересна темнотка к давненько мы тут не были так где она убежище тут по моему привет привет да вот она кто такая мать ночи некоторые говорят что это положают жилая женщина но вскоре мы видели что это не так так ну что давайте по новому осмотрим это мертвое место теперь тут кроме нежити никто и не водится трупы лежат трупы уже конечно не лежат печально люсьен единственный достойный так кираса черные змеи неплохо так на самом деле блин нажать перегрузку что же я набираю это это пока пусть по-прежнему тут лежит так ну что где он могло быть и честно говоря ничего не вижу где-то горит в его кабинете нормально так зале рассвета дополнение к отрывку из книги вампиры тамриэля том 2 тринодис миланис на протяжении всей истории тамриэля постоянно всплывают слухи об этом древнем оружии впервые его увидели в руках майор галлы охотника на вампиров одного имени которого достаточно чтобы растревожить сон нынешних кровососов говорят типу ван хельсинг такой что говорят что она была создана из самого солнечного света хотя более вероятно что его просто выковали на рассвете неизвестно где мир галла приобрел оружие однако по типу она напоминает аковирская это оружие вполне можно было назвать смертельным но именно его сияние делает клинок истинным проклятием для вампиров каждый удар вгрызался в плоть гнусных созданий озаряя все вокруг светом подобным дневному благодаря этому сиянию раны которые сами по себе не приводили бы к летальному исходу для вампира убивали не только его но и наносили поражение всем его собратьям действительно страшное оружие предмет мечтания многих охотников мейр гала один принес погибель тысячам кровососов используя этот клинок неизвестно как он попал в руки лорда волмира его след как если этого последнего известного владельца оборвался во время смуты посеянный комаранским узурпатором я поставил себе задачу найти этот клинок и вернуть ему былую славу боюсь квест провален мне удалось последовать за лордом волмиром до его убежища здесь в норнол хорсте весьма вероятно я умру в этом месте пишу эти записки в надежде что какой-нибудь отважный герой изобретет сюда и выполнит работу которую я не смог удалит про траву который волмир покрыл этот победоносный меч проведя с помощью колдунов вампиров мерзкие некроманские ритуалы он каким-то образом удрился погасить свет исходящий от клинка не знаю почему до сих пор он не убил меня я ощущаю как охладеют конечности от потери крови а сердце мое сжимается от мысли что конец мой придет здесь в руках повелителя вампиров владеющего мечом который был когда-то сияющим символом победы над этими отвратительными созданиями я видел достаточно чтобы понять что они связали себя с зарей рассвета одного за другим приносил волмир жертву своих слуг и с каждой смертью блеск меча становился тосклее страшусь что скоро он окончательно пропадет слышу сейчас их монотонное пение от звуков его цепенеет душа примечание издателя патрульный имперский стражник нашел этот журнал на теле усопшего где-то между имперским гордом и бравилем убитого опознали это был тренадерми лайнис известный охотник на вампиров последний раз его видели в бравиле нормально так мною найдена книга дополнение к отрывку из книги вампиры темриэли том 2 в ней упоминается о заре рассвета легендарным оружием убийцы вампиров предположительно оружие находится здесь в сиродильском подземелье нормал хорст если верить книги могущественный повелитель вампиров выкачивает энергию из зари рассвета с помощью темного колдовства стоит разузнать обо все этом хотя дело и кажется опасным обо всем на этом все таки ну что ж действительно крутой интересный судя по всему квест так давайте им займемся люсьеновскими делами уже попозже и честно говоря сейчас охота побольше узнать про свою вампирскую сущность это я думаю будет интересно но это находится недалеко от бравил а мы там ни разу не были вполне возможно это будет долгое путешествие так ну-ка покажи чейдинг холл не показывает где она так бравил у нас где вообще корал скинград коч эмбел скинград вот бравил странная дверь что это такое так между как там говорили между бравилом чем еще находится ну в общем отсюда нужно уже танцевать и там посмотрим так мне нужно прочитать еще раз эту книгу где именно там так эмм так эмм так это тоже не то но я думаю между имперским городом и бравилом это похоже расследование надо в бравиле начинать что-ли честно говоря не знаю эмм я так понимаю это будет достаточно норнлхорст где она может быть вообще тогда вытащите да сложно сказать ну короче говоря нужно перемещаться в бравил маленько смотреться в городе и где-то вот здесь вот я так понимаю она находится давайте приступать сначала зайдем в город потому что в этом городе мы еще ни разу не были ух ты опять ночь более красиво ваш как с таким зрением красиво так это не поставил двор нет это конюшня да что-то нужно в город хотел войти береги себя хорошо так а подожди может там спит и дверь не закрыта вроде закрыта ладно я хотел маленькую просто крови попить сейчас найдем какого-нибудь нищего ночь наше время красивый замок кстати говоря что за врата будем уж маленький какой-то у вас канал ночной воздух бравил наполнен зловонными испарениями каналов отлично так поспрашиваем у местных может что что кто что знает может быть слухи там вчера кудай бродила вокруг гильдии магов и клянусь слышно было как она плачет надеюсь она найдет своего пропавшего друга я даже наверно помогу в этом деле за денежку пока работа тут я так понимаю порядком так а вот и наш первый клиент хорошо какое уютное место стражник тихо не оборачиваемся так ну откуда приступить к поискам я думаю нам нужно переночевать до утра хотя время уже сколько время пять утра три часа ждать не знаю стоит нет 4 часа подождем и уже в утреннем бравиле поспрашиваем у местных жителей никто ничего не знает о том что тут происходило вам снится что вы идете куда-то холодной промозглой ночью тело просит крови вы не питались уже несколько дней слабость заставляет восстановиться у небольшого озера присмотревшись вы понимаете что в этом озере вовсе не вода теплая свежая кровь от которой поднимается пар вы наклоняетесь чтобы попить но не можете разомкнуть губы вы с ужасом осознаете что ваши губы плотно зашиты пара белых холодных рук поднимается из озера не тащит вас на дно капец ой блин меня жарить начинает ешь только что пил кормежка ушла как это произошло вообще только что пил уже но так ладно короче говоря честная сделка это не то где у нас наверно придется день проспать до ночи опять ночью попитаться и все пойдем за гордо нас не очень хорошо встретил может и знаешь чего все говорим об убийстве императора у нас нет императора и нет наследника такого никогда раньше не случалось беспокоит всех нас я стараюсь об этом просто не думать совет старейшин позаботиться привет гилгондарин серебряный дом на воде предлагает еду и постель что тебе угодно что со слухами доводилось ли тебе слышать о друге куда она предлагает щедрое вознаграждение надеюсь кто-нибудь поможет ей возможно а что произошло ты не слышал куда состоит в гильдии магов бравила говорят ее друг пропал она даже предложила награду но насколько знаю никто не откликнулся на ее предложение не знаю кто там пропал она не говорила если тебе это интересно ты можешь сходить туда и узнать все у самой кудай так но этим мы и займемся но давай поспим сначала расскажи про гор оглянись бравил это клаак от амриэля серебряный дом единственное конечно это в городе и что я вообще делаю здесь понятно очевидно и не быдло у нас нарисовалась так да у нас есть свободная комната лучшее из того что можно найти в бравилле 20 золотых и она твоя на ночь давай грабитель отлично поднимешься по лестнице на второй этаж вторая дверь направо перед лестницей спасибо что стал моим клиентом да не за что так чуть заклини на мои товары наверняка тебя что-нибудь заинтересует рулетов нет так что навряд ли те даже продать особо нечего число так как зачем я мод торговаться же можно точно им уже достаточно много пользоваться между сериями можешь сложить впечатлишь я не знаю что это такое так ну что пойдем спать как дела следующей серии я так понимаю мы правильно отправимся куда-то вот сюда в небеднейскую долину где-то здесь я думаю найдем что нам нужно так но пока что давайте поспим до ночи хорошо быть вампиром интересно но временами конечно бывают проблемы так 12 часов что-то как-то странно я специально покормился чтобы потом днем походить в итоге может бак какой-нибудь небольшой странно это все в итоге просто голодуха напала так ну что давайте на этом завершим наверное эту серию в следующий будем выдвигаться надеюсь вам понравилось с вами был артур всего хорошего пока 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 а я Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok